Каждое животное обязано найти способ выжить в дикой природе. А это значит, что без сумасшедших битв не обойтись. С вами царь зверей. И сегодня мы с вами посмотрим на 50 смертельных битв животных в дикой природе. Да начнется охота! Бык против быка. Два быка поссорились, и есть только один способ узнать, кто из них прав – сражение. Тысячи людей пришли на фестиваль, дабы посмотреть поединок быков. Считается, что подобные мероприятия зародились еще несколько тысяч лет назад и проводятся в настоящее время. Лично я считаю, что это остатки прошлого, и нужно убрать такие вещи. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Быки дерутся друг с другом, пока люди снимают их на камеры. Спустя некоторое время только что бывшие два врага за минуту превратились в друзей и перестали сражаться. Невероятно эпичный бой. Кто здесь только не дерется. Лев против бородавочника. Просто взгляните на этого уставшего льва. Как думаете, что он делает? Все верно, ищет бородавочника. И ему это удалось. Поздравляю, все-таки заслужил. Как вы думаете, есть ли у бородавочника здесь шансы на выживание? Ох, лучше не злите этого льва. Похоже, что он сейчас не в настроении. Как же бородавочник сразу не понял, что это обычная ловушка. Убегая от одной львицы, он наткнулся на вторую. Осы против шмелей. Осы постоянно нападают на пчелиные улья, которые кажутся им слабыми. На этих кадрах вы можете заметить, как отряд напал на пчел, которые просто работали и никого не трогали. Конечно же, они это делают ради меда. Оса без видимых на то причин просто так. Пытается докопаться до шмеля, пока тот питается нектаром цветка. Удивительно, но гигант абсолютно спокоен и даже не пытается дать отпор. Сто семьдесят ударов. Сто семьдесят. Вы только вдумайтесь в это число. Именно столько потребовалось, чтобы убить этого шмеля. Леопард против буйвола. Леопарды – хорошие хищники, но им еще далеко до своих собратьев львов. Поэтому эти ребята знают, что лучше не нападать на взрослых буйволов. Так что чаще всего большие кошки нападают на их детенышей. Леопард уже нашел маленького теленка и поначалу не торопился убивать его, а лишь наносит парочку ударов. Но спустя некоторое время хищник завершает свою работу. Бедняга не ел уже несколько дней и готов напасть на любого. Сама удача будто шепчет ему «Напади на того детеныша буйвола». Конечно, он попытался воспользоваться шансом, но все пошло не по плану. Скорее всего, этому леопарду крупно повезло, и он уже нашел готовую еду. Ну, не могу я поверить в то, что этот парень в одиночку мог повалить такого гиганта. Крокодил против крокодила Такое ощущение, что один крокодил вообще не хочет драться и пытается всячески избежать конфликта, но второму совсем крышу снесло, и он пытается догнать его. Напряженная борьба между двумя крокодилами длится уже несколько минут. Но один из них отдал хвост, за что был наказан. По-моему, это не драка, а какой-то хоровод. Каждый хочет заявить о себе, но дело не дошло до драки. Молодцы! Отличный перевод, дружище. Два балла по вольной борьбе тебе. Лев против буйвола. Буйвол несет на себе хищника, как какую-то блоху. К сожалению, эта ситуация была безвыходной для него. Взгляните, вон тот лентей ничего не сделал, а уже готовится к трапезе. Эта львица понимает, что ничего не может сделать огромной стае буйволов. Но ей ничего делать и не нужно, ведь за нее все сделают самцы. Чуть подождать, и ужин готов. К сожалению, это видео с плохой концовкой. Огромный буйвол не ожидал нападения трех львов, которые безжалостно вцепились гиганту в живот и ели его изнутри. Самое обидное здесь то, что бедняга оставался живым несколько минут, пока его заживо пожирали. Не представляю, насколько это ужасная боль. Креветки против крабов. Креветки едят все подряд, включая рыбу. Они известны тем, что используют свои передние лапы только для того, чтобы убивать и расчленять добычу. Эта рыбка даже не знала, что доживает свои последние секунды. Все произошло настолько быстро, что я даже моргнуть не успел. Куда пошел? Я еще не закончил. Краб, похоже, сильно ранен и пытается спрятаться в своей оболочке. Но поможет ли это? Ягуар против ягуара. Похоже, эти два красавчика что-то не поделили между собой. Но, как мы знаем, в природе побеждает сильнейший, поэтому им придется драться до последнего вздоха. Надеюсь, что эта битва будет честной и желаю обоим удачи. А как вы думаете, кто победит? Напишите свои прогнозы в комментариях. Муравьи против муравьев. Если долго наблюдать за муравьями, то они чем-то напоминают людей. Постоянно куда-то бегут, что-то таскают и строят. Но порой у них тоже происходят стычки. Причем, по статистике, чаще всего выигрывают огненные муравьи. Это уже не просто схватка, а настоящая война. Одни муравьи больше других в два раза. Даже по размерам они не равны. Что уж говорить о силе. Здесь битва еще не началась, но похоже, что скоро будет сражение. Пока что черные муравьи активно готовятся к войне, таскают еду в убежище и оберегают свои дома от врагов. Гиена против гиены. Во время этой стычки, одна гиена чуть не потеряла свое правое ухо и ей сломали ногу. Думаю, что теперь бедняге осталось недолго. Ведь в природе таких слабаков никто не любит. Глядя на такие видео, так и хочется назвать их каннибалами. Это одни из немногих животных, способные обработать добычу полностью. Начиная с туши, заканчивая костями. Несколько гиен решили устроить переворот в стае, убив своего главаря. Сделали они это все ночью, дабы тот был не готов. Что ж, им удалось сменить власть. Эти две гиены дерутся не на жизнь, а на смерть. Причиной драки, как всегда, является территория. Удивительно, насколько жестокими и беспощадными могут быть животные. Ягуар. Этот парень явно перепил энергетиков. Иначе я не знаю, как он за доли секунды смог вытащить огромного каймана из воды на сушу. Даже не представляя, как сильно испугался крокодил, когда на него с неба неожиданно напал ягуар. Но здесь, к сожалению, шансов выжить уже нет. Просто удивительно, насколько эти хищники жестокие и быстры. Бородавочник против бородавочника. Бородавочники не самые красивые существа на планете. Но они выделяются не внешним видом, а силой. Поверьте, у этих ребят силенок очень много. Возможно, эти два брата сражаются за самку, которая стоит рядом. Два друга по непонятным причинам сражаются уже больше часа. За это время оба успели устать и даже устроили небольшой перекур, но через несколько минут снова начали драться. Может, они так разминаются, чтобы хищникам показать новые умения? Удивительно, насколько они упрямы. Их драка длится уже более 15 минут, но так никто и не сдался. Лев против жирафа. Львы редко нападают на жирафов, потому что знают, насколько тяжело повалить этого гиганта. Но чего не сделаешь, когда хочется есть. Просто взгляните на то, как гигант чуть не раздавил маленькую львицу. Жираф понимает, что здесь у него нет шансов, потому что львов очень много и принимает достойную смерть. Этот прайд львов убил детеныша жирафа, и из-за этого животное очень разозлилось. Лучше им не попадаться под копыта. Леопард против леопарда. Два бывших друга не смогли поделить между собой самку, и теперь им остается лишь драться в надежде, что девушка достанется самому сильному. Чем-то эти хищники напоминают нас, людей. Они дерутся за территорию точно так же, как и мы. Удивительно, но почти проигравший леопард не сдается и продолжает драться из последних сил. Обе кошки измотаны, но продолжают мериться силами. Просто невероятно, насколько жажда победы сносит крышу. Сыроконожка против тарантула. Что произойдет, если самый огромный паук в мире столкнется с сыроконожкой? Как можно заметить, гигант просто стоит и мирно наблюдает за ситуацией. Чего не скажешь про его оппонента, которому явно не терпится помахаться. В итоге драка не началась, так как тарантул решил, что лучше забраться повыше. Пока эта сороконожка выйдет из своего убежища, можно от старости умереть. Но все же, заметив паука, она тут же кидается на него и обхватывает его всем своим длинным телом. Затем остается лишь впрыснуть яд, который парализует тарантула, и наслаждаться добычей. Быстро и мощно, однако. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok